Собственно, сами переговоры наверняка войдут в историю дипломатии. 16 часов непрерывной и тяжелой дискуссии, напряжения не выдерживали даже журналисты. Корреспонденты Интерфакса увезли на скорой. В каком-то смысле, да, действительно, это была экстраполяция войны на востоке Украины на дипломатическом поле. Стороны изматывали друг друга, но итог вселяет хоть какую-то надежду. Маргарита Соболь с подробностями. Когда 16-часовой переговорный марафон в Минске завершился, осоловевшие от ночного бдения на мраморном полу журналисты не сразу разобрались, успех или провал. По красным глазам и помятым лицам лидеров читалось, что переговоры шли тяжело и изматывающе. Прорывы, когда выходил Лавров с комментарием «лучше, чем супер», сменялись ступором, когда Порошенко заявлял «никаких хороших новостей нет». Первый вариант с трудом согласованного документа ЛНР и ДНР отвергли, и четверка пошла на второй круг. Президенты четырех стран за 16 часов переговоров выходили из зала пару раз. Пили ведра кофе и ни капли алкоголя, рассказал потом распорядитель встречи президент Лукашенко. Ели яичницу, сыр, молочные продукты. Все произведено в России и Белоруссии, гордо сообщил Александр Григорьевич. Эксперты и помощники спали посменно. Лидеры – ни минуты. «Не самая лучшая ночь в моей жизни», – усмехнулся Владимир Путин. Он первым сообщил журналистам, может быть, главную новость этого года. Договорились, на мой взгляд, о многом. Первые договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Даже несмотря на то, что они не признанные, но надо исходить из реалий жизни. И если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты. Четверка лидеров и контактная группа договорились также о подводе вооружений, создании 50-километровой буферной зоны под контролем ОБСЕ и признании особого режима в некоторых областях Донбасса через конституционную реформу. В планах также амнистия, обмен заложниками, возобновление Киевом социальных выплат жителям Донбасса и восстановление банковской системы, а также доставка гуманитарной помощи. Летом должны пройти выборы, а после них восстановление контроля над всей госграницей Украины, вывод вооруженных формирований и разоружение всех незаконных групп. Все это, включая конституционную реформу, должно произойти до конца этого года. Украинский лидер отнюдь не выглядел довольным. Он заявил, что его склоняли к неприемлемым условиям, отходам и сдачам, но он не поддался. Есть четкое обязательство о выводе всех иностранных войск с территории Украины. Все наемники с территории Украины должны быть выведены в ближайшее время. Очень важно, что впервые детально расписана имплементация части Минского протокола и меморандума в части перекрытия государственной границы. Несмотря на жесткое давление, ни на какой статус автономии мы не пошли. На сегодняшний день прописано, что мы проведем конституционную реформу по децентрализации. Также ни на какой компромисс по федерализации мы не пошли. Ни автономии, ни федерализации в документе нет. Ангела Меркель и Франсуа Ланд о возможности окончательного урегулирования конфликта говорят осторожно. Лидеры Германии и Франции потратили на переговоры с Путиным и Порошенко 27 часов. Это не считая контактов с Обамой и долгих перелетов между континентами. Ангела Меркель раскрывает хоть какие-то детали ночных бдений. Президент России оказал давление на восточно-украинских повстанцев. И, видимо, это сыграло ключевую роль. У нас появился луч надежды, и это гораздо лучше, чем если бы мы ни о чем не договорились. Так что инициатива стоила затраченных усилий. Под конец Владимир Путин оказал необходимое давление на сепаратистов, и они согласились на прекращение огня. Я не питаю иллюзий касательно того, что впереди еще очень много работы, но есть шанс действительно что-то изменить. Это была длинная ночь и долгое утро, но мы достигли соглашения. На заседании Европейского совета мы проинформируем коллег о проделах на работе. И вместе с президентом Порошенко мы постараемся обеспечить европейскую поддержку этому процессу. Пусть пока ничего не изменилось, но я думаю, на это есть реальная надежда. Представители ЛНР и ДНР заседали одновременно с нормандской четверкой в рамках контактной группы. Посредником между двумя форматами выступал опытнейший переговорщик Владислав Сурков. Как минимум, Москве удалось убедить вторую сторону украинского конфликта подписать новые минские договоренности. Но еще не высохли чернила, как повстанцы заранее сняли с себя всю ответственность за любые нарушения соглашений. Мы не можем не дать Украине этот шанс, потому что будет меняться сама страна, будет меняться отношение, будут меняться люди. На самом деле, люди, народ Украины, как был, мы с ними, так и на сегодняшний день мы тоже считаем его нашим народом. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И не важно, каким это будет методом, политическим или военным. Ответственность за любой срыв или неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевича Порошенко. Все пункты требуют дополнительных согласований, переговоры еще идут. Поэтому любое нарушение или неисполнение этих пунктов, ни о каких больше меморандумах речи в Дали не будет идти вообще. Реакция на это последовала из Брюсселя. ЕС не будет пересматривать санкции против России как минимум до марта. Маргарита Соболь, РБК.